Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». На этом свете живут люди разные, и мастера, и подмастерья, и искусные умельцы, и такие, у которых руки вообще неизвестно откуда растут. И всех этих людей Господь любит и терпит. И для всех у Него не только находится доброе слово. Мы знаем также, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть благодатью Божию не оставлен, не обойден ни один человек. Всякому на земле находится свой угол и свое место. Всякому простерта укрепляющая Божий десница. Для всякого достанет у Создателя милости и долготерпения. Одних это положение дело раздражает. Где же, помышляют они в своем сердце, правда? Разве справедливо одинаково взыскивать милостями праведных и неправедных? Других приводит в состояние ленивой истомы. Раз Господь терпит нас такими, какие мы есть на этом свете, потерпит и на том. Не Он ли сам говорил, что в доме Отца Его обители много? А раз так, то значит хватит на всех, значит и нам, грешным, уголок сыщется. И, наконец, третий догадывается, что на любовь можно ответить только любовью. И тому, кто умер за тебя на кресте, безнравственно предлагать в ответ траченной молью обноски. На тебе, Боже, что нам не гоже. Таковые ищут совершенство. Они не удовлетворяются участью наемников. Им потребно сыновство. Но сколько все-таки христиан, то есть тех, кто сознательно причисляет себя к Церкви Христовой, готовых отдариваться только вторым сортом? Скольким из нас приходит в голову пожертвовать собой для Господа только к закату жизни? На тебе, Господи, наши годы, которые при всем желании наше мы не можем уже использовать на продуктивный и созидательный труд во благо Церкви Твоей. На тебе такие часы дня, когда уже ни на что сил нет, и глаза от усталости сходятся на переносице. Так какая тут уже молитва? Приими от нас объедки спира жизни, когда мы, гордясь своей набожностью, являемся к концу богослужения, чтобы отметиться, как же побывали, свечку поставили. В первое воскресенье после Троицы наша Церковь поминает всех святых, то есть таких людей, которые, уподобившись бедной вдове, положившей в сокровищницу храма знаменитые две лепты, попытались отдать Господу все, что имели. Иные, как не страшно им это было, пожертвовали Богу всем в раз и без остатка, отказавшись от жизни временной для жизни вечной. И таких чад своих церковь причислила к лику мучеников. Другие долгие годы и десятилетия, капля за каплей, как написал в одном из своих писем Чехов, имея в виду, к сожалению, совсем другое, выдавливали из себя раба. Раба страстей, раба земли, для того, чтобы вырасти в полную меру раба Божия, чтобы дорасти до возраста небесного человека. Многие из них так уподобились своем подвиге самому Спасителю, что обрели в глазах чад церковных звания преподобных. Третьи положили всю жизнь свою за друзей своих, да так, что совершенно забыли о своих выгодах и о своих правах, и о своих нуждах. Церковь усвоила таковым именование «блаженных». А изумленные современники, привыкшие во всяком деле искать свою сиюминутную выгоду, окрестили их юродивыми, то есть глупенькими. Мне не хватило бы и часа, чтобы перечислить все способы того, как чадо Христовы работали Господеве. Но кого бы и за какие бы подвиги церковь не причисляла к лику избранных Божиих человеков, всегда это были люди, которые в течение всей своей жизни учились у Господа отказываться от самих себя, «Исполняя завет самого Христа, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Из этого следует, что стать другом Божьим можно разными путями, но при единственном условии. Нужно забыть себя, нужно пожертвовать собою. Чтобы стать воистину не только друзьями, но и сынами Всевышнего, мало просто принимать доктрину Отца, мало просто соглашаться с тем, что Он говорит. Нужно выполнить условия, которые Спаситель нам поставил, когда сказал, «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим Небесным». Вот мера святости, предложенная каждому из нас. При этом будем помнить, что слово «исповедует», которое употребил Господь, вовсе не означает «формулирует», ибо на словах все мы исповедники. Дело в другом, ибо, как говорит апостол Павел, призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И для нас это означает только одно – чтобы быть с Ним в блаженной вечности, надо стать святыми, не больше и не меньше. 21 июня в День Святого Духа в Андрейском соборе города Ставрополя была совершена праздничная божественная литургия и благодарственные молебен в связи с очередным выпуском студентов в Ставропольской духовной семинарии. На богослужении молились представители администрации духовной школы, преподаватели, студенты, выпускники Ставропольской духовной семинарии в священном сане и прихожане храма. По окончании богослужения состоялся торжественный выпускной акт Ставропольской духовной семинарии. Гридарсов Александр Владимирович. В актовом зале собрались ректор Ставропольской духовной семинарии, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, первый проректор духовной школы, протеерей Павел Самоленко, представители администрации, преподаватели, выпускники и гости мероприятия. Очередной раз славная южно-русская православная высшая духовная школа выпускает своих питомцев, своих птенцов и стен для служения на Ниве Христовой. И каждый из сегодня покидающих нашу школу жаждет, услышит живое слово вашего Высокопреосвященства, слово наставления, слово назидания, слово любви и благословения. Далее к собравшимся с преждественным словом обратился ректор Ставропольской духовной семинарии, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. В своем приветственном слове владыка Кирилл отметил важность духовной школы в жизни будущего пастыря. Также владыка-ректор призвал всех проповедовать слово Христово в храме и вне его стен, и всегда стремиться к саморазвитию. Дорогие наши студенты, дорогие наши выпускники, и позвольте от души поприветствуем всех вас сегодня с продолжающимся праздником Святой Троицы, Днем Святого Духа. И как раз замечательно, что часто именно и сегодня в эти дни, в Дни Святой Троицы, мы совершаем выпуск Ставропольской православной духовной семинарии. Уже в десятый раз этот выпуск благословляю я, как ректор Ставропольской духовной семинарии, потому что 10 лет тому назад я был поставлен правящим архиереем Ставропольской и Невиномысской епархии, и ректором семинарии. День Святого Духа, День Туцт Святой Троицы, Это день образования Святой Церкви, нашей христианской церкви. Представляете, поглядываясь, насколько это возможно вглубь веков, сколько христиан прошли через Святую Церковь, сколько архиереев, последователей святых апостолов. И преемство, самое главное, епископов, архиереев не прекращается по сей день. Вот случилось так, что в Албанской православной церкви были уничтожены в советское время все епископы. И тогда новую ветвь Албанской церкви тогда дала Крестнопольская православная церковь. То есть во всем мире не было никогда случая, чтобы новый епископ получил не от того епископа, который получил прежнюю благодать от прежних епископов, а кто-то дал ее неожиданно с какой-либо стороны. Токма от Христа, который возложил руки на стык апостолов, апостолов своих преемников, которых мы называем апостольскими мужами, те на епископов церкви по сей день существует преемство благодати. В завершение приветственного слова митрополит Кирилл поздравил всех выпускников с сегодняшним памятным днем. По итогам учебного года Старопольскую духовную семинарию закончили 7 студентов очного пастырского отделения и 41 заочного. 40 человек получили документ об окончании отделения приходских специалистов. Также 7 девушек завершили обучение на регенском отделении. Выпускной – это такой день, который запоминается, наверное, в душе, западает в душу каждого человека. И сегодня мы не исключение, для нас это очень трепетный и волнующий день, вручение аттестатов, когда ладыка дал нам рекомендацию, вручил дипломы и отправил каждому на свое служение. Каждый из нас воспринимает этот день по-своему, потому что кто-то хорошо сдал экзамены, кого-то не очень получилось, но все мы объединены тем, что мы рады, наконец, сказать спасибо нашему архиерею, нашим учителям, которые вложили в нас действительно очень многое, вложили в свою душу, знания и сделали за эти 5 лет обучения теми достойными членами церкви, которые могут и должны нести свет, Слово Христово в мир. В завершение праздничного дня выпускники обратились к водыке-ректору и всему преподавательскому составу со словами благодарности и памятными подарками. Также на территории духовной школы было сделано общее фото. И на сегодня это все. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok